Мы можем смотреть и радоваться только за сборную Франции, за сборную Дании, за сборную Латвии, которые действительно достойно выступают. Те же белорусы, французы обыграли канадцев. Это придает и интерес, и интригу, и показывает, что действительно, если правильно относиться к хоккею, я не думаю, что французы талантливее украинцев. Нет. Но правильный подход государства, помощь государства и команда действительно показывают очень приличные результаты. И уровень хоккея, мастерства, вы видите, что практически ровный. Нет таких команд доминаторов. И мы понимаем, что каждая из сборных может обыграть любую сборную. Это пример Франции и Канады. И какая была ожесточенная борьба Швейцария и Германия. До последней капли крови, как говорится, до последней секунды. И швейцарцы в прошлом году были финалисты, заняли второе место на чемпионате мира. А сейчас они борются реально за выживание. Поэтому это все интересно. И еще раз говорит о том, что уровень команды, уровень мастерства достаточно ровный. Я никогда не делаю прогнозы, хотя меня много спрашивают. Но я вам скажу, все равно борьба будет интересная. И будет интереснее же зрителями, если та же Франция будет играть в полуфинале. Это будет еще раз толчок таким странам, как наша страна, как Дания, Венгрия, которые популярен в этих странах хоккея. Но, можно так сказать, они не фавориты. Это не Россия, Швеция, Канада, Финляндия, Америка, Чехия. Субтитры создавал DimaTorzok